всех приветствую продолжаем рассматривать картины работы художников и описание к этим работам дома в соломенной шляпке питер паули рубец около 1625 года холст масла 79 на 55 питер пауле рубинс великий фламандский художник как никто другой воплотивший жизненность и чувственность европейской барочной живописи хотя он был знаменит масштабными работами мифологические и религиозные темы также являлся виртуозным мастер пейзажи портрет шляпа столь характерная деталь данном произведении что часто из его название вообще опускается слово дам сколько поколений зрителей слышала читала в книгах рассматривал картину с этим названием не спотыкаясь его несуразность разве шляпка здесь соломины тем более с таким пером конечно же это роскошная фетровая шляпа модная 17 веке рубинс и себя не раз писал в ней вспоминается слова козьмы пруткова если на клетке слона прочтешь надпись буйвол не верь глазам свои ошибка в названии возникла 18 веке во франции где в одном из каталогов работ художников полотно было записано соломиная шляпа это конечно же описка вместо по или соломенная должно быть ойл французской фетр и картине изображена прекрасная женщина сусанна фурман дочь андвертинского торговца гобеленами и шелком вышедшие замуж мастер написал ее свадебный портрет с обручальным кольцом который привлекает к себе внимание и могло быть как и шляпа фигурировать название в качестве отличительной детали работы 1630 году рубин взял жены и младшую сестру елен он создал столь восхитительный портрет супруги подобной шляпе где ее никто не называл соломенной а такое описание к работе дамов соломенной шляпки хотя не соломенной питер пауль рубинс около 1625 года текст о книге великие музеи мира пока пока до свидания